Геологи под руководством Луки Дальциллио из швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили, что мощность землетрясений в складчатых горах связана со скоростью столкновения литосферных плит. В складчатых горных системах движение литосферных плит, вследствие которого они и были образованы, продолжается и является причиной частых землетрясений. До текущего момента не получалось связать мощность землетрясений со скоростью литосферных плит, потому что для складчатых горных систем технически тяжело создать компьютерную модель. Связано это с длительностью движения плит в тысячи лет и невозможностью прогнозирования их деформации при столкновении за такой длительный период. Решить задачу смогли при моделировании столкновения плит, учитывая механические, сейсмические и температурные свойства литосферных плит, используя сначала длительный в тысячи лет временной шаг и постепенно уменьшая его до пяти лет, сохраняя при этом данные о механическом напряжении в земной коре. Для моделирования использовалась скорость столкновения плит от 10 до 50 мм в год. Результаты показали, что магнитуда прямо зависит от скорости литосферных плит во время столкновения. При скорости 10 мм в год максимальная магнитуда достигала 7, а для скорости 50 мм превышала магнитуду 8. Также при увеличении скорости происходит увеличение температуры и изменяются механические свойства самих плит, что сказывается на разной их деформации и в отличиях эпицентров землетрясений. При медленной скорости эпицентр находится на глубине 12-15 км, а при возрастании скорости опускается до 30 км и ниже. Проверить на практике эти данные и удостовериться в их правдивости смогли, сравнивая полученные результаты с землетрясениями магнитудой 4,5 и выше в областях с молодыми складчатыми системами — в Альпах, Апенинах, Гималаях и Загроссе. В помощь учёным и всем нам для глубокого изучения процессов, происходящих в микро- и макромире, вышла видеоверсия доклада «Исконная физика АЛЛАТРА». Знания «Исконной физики АЛЛАТРА» помогают понять, что такое этот мир, из чего он состоит и какие реальные процессы в нём происходят не на уровне видимого мира, а на уровне элементарных частиц. Последние исследования Международной группы учёных Международного общественного движения «АЛЛАТРА» показывают, что, обладая знаниями «Исконной физики АЛЛАТРА», обществу под силу успешно минимизировать степень разрушительного действия стихии, сохраняя при этом самое ценное – жизни людей. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Подписывайтесь также на наш канал и будьте в курсе происходящих климатических событий в мире. Кстати, Продолжение следует...